Снега все меньше, но опасность подтопления остается. Сотрудники МЧС по-прежнему начекнут, ведь традиционно наиболее коварна именно вторая волна паводка, когда температура воздуха повышается с каждым днем. Облет территорий для оценки паводковой обстановки в регионе – ежегодный весенний ритуал. К сожалению, своего вертолета у ивановских спасателей нет, выручают владимирские коллеги. Вооружившись картами и планами местности, сотрудники МЧС поднимаются на борз. Маршрут патрулирования, как всегда, обширный, пролегает через все паводковые точки региона. Каждую водную артерию нужно внимательно изучить, потому облеты занимают по несколько часов. Вертолет, конечно, не голубой, но внутри действительно волшебники. По крайней мере, предсказать, ожидается чрезвычайная ситуация или нет, могут практически безошибочно. В первую очередь спасатели взглянули на холл. С высоты видно, мост уже не затоплен, уровень реки значительно понизился. В Уловском районе вода также спала. Вот только означает ли это, что паводковое время позади? Задача сотрудников МЧС оценит все факторы и сделать вывод. Как правило, это многолетние наблюдения, статистические данные, то есть, и, естественно, данные Росгидромета, снежных запасов, запас воды в снеге, то есть, позволяют спрогнозировать. И также данные температурных режимов спрогнозировать интенсивность весеннего половодия, наличие, скажем так, возможности подтопления населенных пунктов и так далее. Нам сверху видно все. Вердикт спасателей, вероятнее всего, второй волны паводка не будет. Все благодаря погодным условиям этой весной. После плюсовых значений температуры воздуха и активного таяния был период похолодания. Вода уходила постепенно. Как итог, поля очистились. В лесах есть еще снег, но это не критично. Даже если интенсивные, скажем так, дневные температуры, положительные ночные температуры, ну, мы не ожидаем все равно, что вторая волна половодия будет такая интенсивная. Конечно, на то они и спасатели, чтобы готовиться к худшему варианту развития событий. Несмотря на положительную тенденцию, облеты территории региона продолжатся, пока зима окончательно не передаст в раздеправление весне. Наталья Гутарина, Андрей Сеневолков, РТВ Иванова